колеса алё тима салам и слушай блин я хочу тачку сменить себе для таксования ну давай съездим и проверим вместе давай все давай щас заеду за тобой ну блин тимати отвечает знаешь тачка вообще в идеальном состоянии на создана для таксования очень русик на не знаешь как будет смотреться это наш профессор познакомься это вот эксперт по как раз таки проверки машин выясняет какая машина битая не битая все ли с ней в порядке в общем всю подноготную из машины вытащить офигеть и спасибо тебе серьезно ну кстати его зовут руслан познакомься офигеть и эксперт русики будет выбирать машину таксисту русику я уверен она просто вообще ласточкой те ты чай его смотри это она что ли да сейчас посмотрим по моему работа здесь и почат играть до вот видали какая все нормальная тачка серьезно да но я так не сказал ой да чё ты этому по моему она потом будет блестеть это нормально ну это не крашеная да да как новенькая проверить погнали начнем в идеале автомобиль нужно смотреть светлое время суток и в чистом состоянии поскольку грязь на нем может скрадывать некоторые косяки и мелкие детали необходимо заглянуть под резиновый уплотнитель дверей чаще всего под ними может скрываться ржавчина либо следы свежего окраса здесь мы этого не видим проверьте сварочные швы под уплотнителями дверных проемов и багажника оцените как открываются и закрываются двери усилие должно быть на всех дверях примерно одинаковым не должно быть перекоса и закусывания замка обратите внимание на краску равномерность теней посмотрите если эта краска металлик как играет она на солнце для она неоднородная неравномерная возможно и скорее всего автомобиль красили посмотрите на наличие заводских информационных табличек на проемах дверей бывает их удаляют при покраске или неаккуратно переклеивают обязательно проверьте зазоры между кузовными деталями ширина их должна быть примерно одинаковой а поверхности находиться в одной плоскости но у меня уже есть тут сомнения по поводу того что машина целая вот передний бампер мы видим во первых он болтается немножко здесь стыки неровно здесь подогнана это плотно здесь вот такая дырочка офигеть зазор за это же скидку мужу не вот здесь мы уже видим что судя по всему был какой-то инцидент или там авария дтп потому что болтается крыло здесь не совсем равномерный зазор видимо его не до конца выставили судя по всему удар был вот откуда-то отсюда оптика в данной ситуации родная но по ней тоже можно понять что что-то здесь было что-то не так если стекла одной фары или фонаря мутные а другой нет значит не все в порядке стоит спросить что случилось также обратите внимание на маркировку фар родные они или нет похоже что роптика оригинальная и родная запотевание оптики если таковое имеется это касается противотуманный пар и пар головного света здесь вот мы видим поворотник немного запотел так может быть из завода так может быть и следствие дтп когда пластик теряет герметичность слушай у меня завтра свидание с девушкой будет ты можешь в ресторане за соседним столиком посиди просто взглядом посмотреть там тоже определи где у нее там что там это тот и ты крашеная не крашеная там проверьте болты и гайки крепления передних крыльев капота крышки багажника дверей к кузову индикации износа нет то есть грани не сорваны слева и справа все в порядке вот не снимался обратите внимание и на то нет ли под шляпками следов старого крепежа если есть значит деталь снималась и обратите внимание на герметик здесь состояние герметика должно быть однородным и слева и с правой стороны определить состояние можно на ощупь если в одном месте он более мягкий а другом значительно более твердый значит какой-то стороны положили герметик сверху здесь все в порядке вот это я сам тебе могу сказать серьезно это это перевернуть сто процентов отвечает а где-то полторы штуки баксов можно скинуть ну да на самом деле назад он просто сдавал дерево или какой-нибудь стоп поймал ремонт будет стоить определенных денег тут я бы ориентироваться долларов на триста овощи нормально лошадь проси барана получишь и загляните в нишу запасного колеса чаще всего под настилом кузов окрашен матовой краской стыки должны быть промазаны родным герметиком потыкайте его чем-нибудь твердым не должно быть следов коррозии и трещин важным критерием состояния автомобиля является состояние его лонжеронов однако зачастую определить их просто невозможно без поднятия на подъемники в таком случае важные элементы для проверки это состояние внутренних чашек амортизаторов также телевизора и внутренних частей крыльев обратите внимание на равномерность износа протектора автомобильной шины не должно быть чрезмерных износов боковин либо центра аварийные автомобили можно вычислить по колесам перекупщики и продавцы обычно не заморачиваются на замене поврежденной покрышки такой же моделью а ведь они должны быть одинаковые по рисунку протектора и по размеру новая шина на фоне изношенных других должна вас насторожить обратите внимание вот на маркировку стекол заводская маркировка здесь на всех стеклах исключая лобовое на лобовом стекле мы видим маркировку китайского производителя x yg какого года тачка 2014 смотри я вот еще один косяк здесь нашел вот согласно маркировке год выпуска автомобиля 15 хочу битый что значит лобову меня брата начало лобовое стекло меняли вот выпуска указано на родных стеклах должен везде совпадать и быть не позже года выпуска машины имейте ввиду что замена стекла не всегда признак дтп примеру лобовое могли поменять из-за камня а замена бокового стекла следствие кражи вещей из салона о подушка-то стреляла водительская видно вам следы пассажирская тоже здесь вот запаяли если подушку безопасности вы видите запаяли значит внутри ее уже нет значит внутри стоит специальный резистор обманка либо еще вариант вам просто заглушили лампочку на приборной панели которая свидетельствует о срабатывании системы srs или airbag здесь это лампочки нет вовсе если внешне по состоянию пластика намеков на срабатывание подушек нет то их можно вычислить подключив сканер к разъему обд у нас тут и разъем небрежно болтается под панелью помощью электронной диагностики компьютера мы прочитали ошибки которые сидят в модуле мы видим что здесь была запись об аварии крэш рекорд если использовать профессиональное дилерское оборудование то она сможет прочитать полную аварийную историю автомобиля правда стоить это будет хороших денег ой да ничего страшного здесь потом накидку вот такую накинуть здесь нормально будет когда знаешь что автомобиль то в дтп побывал давай сейчас попробуем найти куда конкретно его ударили давай давай надо же знать легко и просто выявить бит или кузов можно при помощи толщиномера он думал это пульт от кондиционера ну давай приступим сперва промеряем пороги пороги это те места в автомобиле которые реже всего подвергаются краски если у вас такой прибор есть начинайте проверку сразу с ним сервис колеса проверка обязательно замеряет толщину краски на проверяемой машине у каждой кстати своя норма у ки рио например 95 120 микрон 337 здесь уже шпаклевка определить было ли машина в дтп можно и по ремням безопасности на них указана дата выпуска если не выпущены позже автомобиля значит их меняли еще один метод узнать о дтп ремни болтаются и не натягиваются это значит что преднатяжитель уже отработал удар и ремни подлежат замене смотри русик вот у нас дтп здесь было вот этой стороны автомобиль побывал в аварии да ладно ничего страшного что ты скотч еще никто не отменял супер клеем на клей не болталась не дребезжала и нормально ну не ну ты сам посуди подушки сработали обе у этому может он резко врубаешь резко спать захотела обитое сюда здесь у нас по фарам здесь везде по кругу такие сколы трещины небольшие лобовое мнение сзади у него багажник и задний бампер красить стыков нет вот самый посуди стоит ли тебе такая покупка твоих денег или нет я бы на твоем месте отказался вот ты братан серьезно не мог сразу сказать что машина битая блин столько времени потерял лучше таксовал серьезно я откуда знал что вы так будете проверять сразу бы сказали короче блин я вообще знаю что тачку проверил кузов вообще идеальное состояние нигде не битая вообще щелей нигде нету просто идеальная тачка прям для меня отвечая отлично движок проверил зачем движок проверять если зачем нужно проверить досконально двигатель снова элемент автомобиля блин тимая с ним серьезно вот так машину выбирал хотел надо проверить все труп дымит вдруг масло жрет и не знаю я над не подписывался серьезно пиши двигатель надо проверить обязательно какой подпишись о чем ты будешь подпишись подпишись сейчас еще и потом